Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, давайте попробуем разобраться в вашей проблеме. Итак, вы пишите, что два горя, вы встречались с бывшим парнем, любили друг друга очень, но ссорились часто, я прожняла ему все его поведение, терпела его закидоны и прочее, в итоге мне все это надоело, я на эмоциях послала его. Значит, давайте сперва так скажем, если вы говорите о том, что вы терпели человека, что вы как-то вот вели себя так, что, значит, ну, что заставляло вас не быть самой собой с ним, что заставляло вас его, значит, терпеть, терпеть его поведение, которое вам не нравилось. Значит, вы делали это для чего-то. То есть у вас была, ну, какая-то цель. У вас была какая-то цель, и, скорее всего, цель была конкретно. То есть если вы терпели его поведение, значит, если вы так-то вот пытались с ним какие-то вот, ага, отношения выстроить, но у вас это не получалось, да, вот, значит, это говорит о том, что вы с ним были, ну, не ради любви, не потому, что хотели делать его счастливым. А почему? По какой-то другой причине. Ну, здесь в первую очередь нужно понять только, собственно, вот, по какой, то есть что заставляло вас так себя вести с ним. Еще раз хотел бы вам повторить главный момент, что если вы с парнем аженца постоянно ссорились, но вы терпели его, викидоны, как вы говорите, то нужно понять для чего вы это делали. Да, всем терпели. Далее. Далее. Далее вы на эмоциях послали его, как вы говорите, значит, куда подальше, да, вот, а через три недели его забрали в армию. И далее вы пишите о том, что вы все это время хотели написать ему, хотели помириться с ним. Вот, соответственно, вопрос у меня к вам. Для чего? То есть вот, зачем вы хотели с ним помириться? Зачем вы хотели ему написать? Вы говорите, что скучали по нему очень сильно, ну и, в общем-то, скучаете по нему очень сильно. Меня интересует именно этот вопрос. Если вы его послали, если вы разорвали свои отношения с ним, то почему вы хотели написать, тем более сами, тем более, что он попыток восстановить ваши отношения, что это, грубо говоря, помириться, он не делал, то есть он не делал шаги с примирением. Вы сами хотели с ним в нос быть в отношениях. Вопрос, почему? Далее, значит, держалась, но держалась. Начала общаться с бывшим другом, с бывшим другом, значит, и после двух месяцев, значит, вообще не смогла с ним встречаться. Что это за бывший друг такой, не очень понятный, то есть бывший друг чей? Ваш или того парня? А то что, то есть вот, непонятно это на самом деле. Хотелось бы, чтобы вы как-то вот более подробно описали этот момент. То есть, если это ваш бывший друг, то почему он бывший? Почему вы с ним расстались, почему вы с ним перестали общаться? Вот, как-то не очень понятно на самом деле, да? Вот, значит, ну и далее вы говорите о том, что согласились с ним встречаться. Ну, момент, момент, момент тоже такой. То есть, если вы согласились с ним встречаться, то зачем? Чтобы что? Скорее всего, чтобы не быть одной, да? Скорее всего, чтобы не чувствовать себя брошенной. Вот. Но, вы не понимаете, что проблема-то не в вашем молодом человеке, не во втором, не в первом, а именно в вас самой. В том, что вы боитесь, не хотите, не можете заставить, заставить себя быть одной. То есть, вы одна быть не можете. Вы хотели ему написать, вы надеялись, что он к вам вернется, ваш парень. Он ушел в армии, и вы не смогли, вы не смогли его, как бы, вернуть к себе. Вот. И, соответственно, у вас началась ломка, не побоюсь этого слова, да? Значит, так, значит, так, не знаю, зачем согласилась начать отношения. Ну вот, надо подумать, для чего? Потому что вы именно ради этого же и со своим предыдущим парнем тоже встречались. Именно вот ради того же, ради чего вы и вот с этим встречаетесь. Я часто на него злюсь, срываюсь, игнорирую и так далее. Ну, действительно надо сказать так, что агрессия ваша, как таковая, она связана с тем, что вы не можете получить удовольствие. То есть, вы выбрали этого мужчину для того, чтобы он вам вставлял удовольствие, ну, так, как вы хотите этого, возможно, так, как вам нужно, возможно, и так далее. А он этого сделать не может, потому что он не такой, как ваш парень, он немножко другой, да? Вот. И, соответственно, у вас из-за этого происходит фрустрация, потому что вы не можете никак найти то, что ищете. Вы получали, вы получали это, то, что вам нужно от своего предыдущего молодого человека, но с ним у вас отношения не ладят. Кстати говоря, вот вы говорите, что были, ну, очень много было ссор и так далее, да? Да, вот интересный вопрос, почему, ну, почему вы терпели все эти ссоры и из-за чего, из-за чего у вас были ссоры? Вот. То есть, надо понять, надо понять, откуда у вас ссоры все-таки была, откуда, почему у вас ссоры произошли, вообще происходили, с чем это связано? Вот это вот, мне кажется, куда более важно, потому что, если вы хотите с молодым человеком помириться, то обязательно нужно понять причину ссор ваших с ним, потому что в противном случае, даже если вы с ним вновь будете вместе, то ссоры будут постоянно связаны. сфигурировать в вашей жизни. Ну и, наконец, последнее, да, о чем я вам хотел хотел сказать, это то, что вам необходимо учиться понимать, чего вы хотите от людей вокруг вас. То есть, старайтесь вот отдавать себе в этом отсчет, что же вам все-таки нужно от людей, потому что, ну вот пока, пока, получается так, что вы просто-напросто используете окружающих для своих целей, это не есть хорошо, это не есть правила. Вот, ну, пожалуй, на этом, я думаю, можно закончить. Не совсем понятно, какой помощи вы хотите. Вам рекомендована институтация с психологом по вопросу отношений с родителями, потому что ваше поведение напоминает поведение человека, который нуждается в любви, в ласке, в заботе и так далее, так далее, так далее. И родители вам этого, скорее всего, не давали. Вам рекомендуется личностный рост и, да, вам рекомендуется постараться завершить отношения, ну, которые вот вы сейчас никак не можете завершить. Для этого вам необходимо побыть в одиночестве, для этого вам необходимо побыть одной, для того, чтобы понять, что же вам, собственно, нужно. Я хочу, чтобы вы подумали, где вы во всех этих отношениях, где именно вы. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, либо непонятно, что это из моего ответа, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.